В американском Орландо, штат Флорида, аллигатор утащил в озеро двухлетнего мальчика. Трагедия произошла в курортной зоне, примыкающей к Диснейленду. Этот шокирующий случай сегодня в центре внимания американских СМИ наряду с трагедией в ночном клубе «Пульс». Массовое убийство, напомню, произошло в том же Орландо. Полиция продолжает поиски тела мальчика. Сомнений в том, что он погиб, уже нет, и это подтвердили представители местной власти. Все подробности мы рассчитываем узнать у моего коллеги Евгения Маслова. Он присоединяется к нам в эфире. Женя, приветствую. Вам слова. Женя. Эта шокирующая история, Валера, произошла накануне вечером по местному времени на берегу искусственного озера лагуна Семи морей в курортном отеле, примыкающем к Диснейленду. Ничего подобного за всю историю и самого развлекательного парка, и курорта не было. Семья с тремя детьми из Небраски отдыхала в этом отеле озера, когда аллигатор напал на малыша. Известно, что двухлетний ребенок игрался на мелководье на расстоянии не более полуметра от кромки воды. Отец ребенка попытался спасти мальчика, однако у него ничего не вышло. Сообщается, что знаки «ноу-суиммин» «купаться запрещено» были установлены вокруг лагуны. И, как я уже сказал, ребенок находился не в воде, а у кромки воды. Но были уже сумерки аллигатора, никто не заметил. Спустя 15 часов поисков его тела представитель местной полиции сообщил, что поиски ни к чему не привели. Они продолжатся поиски, но в том, что мальчик погиб, никого сомнений уже нет. После того, как аллигатор утащил под воду ребенка, поиск продолжается более 15 часов. Мы ищем его тело, и цель всех, кто участвует в поисковой операции, дать возможность родителям обрести хоть какой-то душевный покой, обнаружив его тело. Наши водолазы работали сегодня в лагуне и позже продолжат поиски. Мы также используем лодки, оснащенные сонарами в ходе этой операции. Я добавлю, что в поисковой операции принимают участие 50 полицейских и экспертов-натуралистов. Известно, что нападавший аллигатор был более двух метров длиной, и даже взрослому человеку сложно справиться с особью такого размера. В принципе, аллигаторы широко распространены на территории Флориды и нередко ведут себя агрессивно. Но летальные исходы все же довольно редко происходят. В среднем, каждый год в штате фиксируется более 10 или около того атак аллигаторов, в результате чего люди получают ранения. До этого инцидента, нападение, в результате которого погиб человек, во Флориде фиксировалось в прошлом году. И до этого, в 2007-м, эксперты говорят, что на ребенка животное напало, скорее всего, из-за его небольших размеров. Роль также сыграл тот факт, что было уже темно. В любом случае, местные власти начали отлавливать, уничтожать аллигаторов в районе Диснейленда. Я еще раз напомню, что ничего подобного в этом всемирно известном парке развлечений не было с момента его открытия. Валера. Спасибо, Женя. Это был мой коллега Евгений Маслов.